Не очень много времени остается в запасе у любителей зимних видов спорта. Совсем скоро открытые катки превратятся в лужи, а лыжни потеряются. Спортсмены-чиновники решили максимально использовать в последние дни. Лыжные старты прошли в Кугисях. Вип-старт на этот раз был для настоящих спортсменов – 2 километра. Лыжники изначально взяли высокую скорость, и победа досталась самым подготовленным. Николай Павлов из Урмарского района опередил всех соперников благодаря постоянным тренировкам. Он профессионально занимается велоспортом, а лыжи входят в программу общефизической подготовки. База есть, и на этой базе уже в определенной степени держимся. Потому что и ветеранский спорт по Чувашской республике более-менее начал уже разворачиваться. И вот в числе тех, скажем, сторонников ветеранского спорта мы и держимся, и на лыжах катаемся, и бегаем, и так далее. Впрочем, резервы имеются не только у профессиональных спортсменов. Как выяснилось, чиновники в Чувашии вообще довольно спортивные. Дамы из министерства ведомств практически не уступили мужчинам, хотя трасса им досталась тоже 2 километра. Лидировала у женщин первый замминистра юстиции Ирина Семенова. Несколько секунд ей уступила Любовь Шимарина из Минонформполитики. Самое главное – рассчитать силы. И надеюсь, что мир будет даться. Получилось, да? Я думаю, что... Ну, может, было бы, наверное, лучше. В эстафетной гонке выиграли лыжники Минсельхозычу Вашей, передив коллег из администрации главы и госсовета республики. В группе территориальных органов федеральных органов власти первой оказалась команда МВД. На втором месте – сборное управление федеральной службы с полнее наказаний, а на третьем – управление налоговой службы. Но, по словам участников, соревнуются они не за призовые места. Занятие спортом очень сильно помогает в нашей повседневной работе. Мы лучше работаем, сильнее. Мы командно дружнее становимся. Поэтому спорт очень сильно помогает нам в нашей работе. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.